И после всех манипуляций с болгаркой у меня получилась вот такая вот пластиночка. Всем привет! Сегодня я буду делать самодельный шабер, который будет целиком состоять из старых автомобильных запчастей. Я думаю, большинство из вас знает, что такое шабер и где он применяется. Для тех, кто не знает, я вкратце расскажу. Шабер – это такое приспособление, при помощи которого вы можете очистить старую краску с какой-либо поверхности, также очистить прокладки старые, прикипевшие. Ну и, конечно же, самое основное его предназначение – это более точная подгонка двух сопрягающихся плоскостей. Как в моем случае, это суппорт токарного станка. Да, недавно я приобрел себе токарный станок в гараж и теперь занимаюсь его восстановлением. Нужно немножко поправить геометрию станины. Вот, в принципе, для этих целей я и буду делать шабер. Так что, друзья, если вам интересно посмотреть, что же у меня получится, ну и, конечно же, испытание этого шабера в конце видеоролика. Поехали! Для изготовления шабера нам понадобится рулевая тяга, которая будет у нас выполнять роль ручки, также рулевой наконечник, ну и, пожалуй, самое основное – это регулировочная шайба зазора клапанов, которая у нас будет выполнять роль шаберной пластины. Вот, в принципе, и небольшой перечень материала, который нужен нам для изготовления. Ну вот, ручка практически готова. Осталось ее немножко почистить и подкрасить. Теперь в центре вот этой заготовки мне нужно сделать пропил толщиной 4 мм на толщину нашей шайбы. Вот так она будет сюда вставляться. Сейчас я это попробую сделать при помощи болгарки и трех отрезных дисков, установленных вместе. Продолжение следует... Вот такая заготовочка у меня получилась. Конечно, это не фрезерный станок, но тоже ничего. Осталось мне просверлить вот здесь вот отверстие, нарезать резьбу под болт фиксации, и можно приступать к сборке. Ну и осталось дело за малым придать нашей шайбе нужные размеры. Сейчас мы все ненужное у нее обрежем. Это примерно вот так вот будет выглядеть. И наша шайба обретет некое подобие шайберной пластины. И после всех манипуляций с болгаркой у меня получилась вот такая вот пластиночка. Рабочую кромку я немножко закруглил. Сейчас соберу шайбер и мы его испытаем. Пластиночка заходит довольно-таки туго. Придется немножко подключать. Ну вот, как-то так. Сейчас ее зажмем. Хорошенечко. Вот так это все выглядит уже в собранном состоянии. Имеется у меня в наличии вот такая вот старенькая прита. Сейчас мы ее попробуем немножко шабрянуть. И заодно проверить наш шайбер в деле. Ой, отлично. Отлично он работает, скажу я вам. Всю ржавчину очищает как положено. Вот так я немножко и повозвращался. В принципе, нормально. Потом я ее отшаблю как положено на краску. Ну а пока так пробный вариант. Ну и при помощи данного шабера я планирую подшабрить станину в токарном станке. Конечно же, все это дело будет шабриться на красочку. Но это так, для пробы. Все, отлично. Отлично шабер работает. Так что, друзья, все класс. Вот такой вполне себе работоспособный шабер можно собрать из обычной рулевой тяги и шайбы для регулировки клапанов. Так что, если вам понравилось данное видео, то ставим лайки, пишем комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно, не забываем подписываться на канал. Ну а на сегодня это все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok